О помидорах или о том, как мы уже последние года три или четыре садим на рассаду помидоры. Вот, как видите, такие пакеты от молока или кефира. Насыпаем половину этого пакета земли и садим или одно семечко или два. Второе вырастает про запас. На тот случай вдруг есть невсхожие семена. Для чего только пока половину. Садится семечко сразу в этот пакет и не пикируется. Здесь самое главное отличие. Почему? Тут и трудоемкость намного меньше. Чтобы помидоры хорошо росли, нужна очень хорошая корневая система, которая добивалась раньше пикировкой рассады помидорной. А здесь мы добиваемся хорошей корневой системы дальнейшей, когда вытянется сам стебелек растения, подсыпкой грунта в этот пакет. После посадки семян в эти пакеты мы закрываем полиэтиленовой пленочкой и закрепляем эту пленку резинками. Создается как бы мини теплица. После полива, даже вот тут не очень видно, иногда конденсируется на нижней поверхности пленки влага. После посадки примерно через пять суток помидоры прорастают. После этого пленка убирается и ставится пакет ближе к свету. Посадили помидоры на рассаду за два приема. По 20 примерно. Первая партия в восемь проросла на пятые сутки. Сегодня шестые сутки. Тут в этой группе видно, что еще проросли. А эти посажены чуть-чуть позже. Садим обычно помидоры на рассаду после 10-15 марта. Почему так рано? Срок вегетации все равно его не избежать. Раньше не вырастет. Рассада сама может вырасти, а помидоры раньше не поспеют. Садим обычно ранние сорта. Вот даже первые какие посадили. Тут подписано курочка не сушка. И в принципе в середине июля, даже иногда в первых числах июля, в открытом грунте поспевают помидоры. Обычно садим 3-4-5 сортов разных помидор. Кроме скороспелых, садим еще малиновые. Они для салатов очень хорошо идут. В итоге на шестые сутки взошло из 20 посеянных коробочек 12. Ну еще есть по времени двое суток. Может быть и остальные прорастут. Ну а эта партия, ну ожидаем через 2-3 дня всходы. Еще раз вернуться к этому методу. Он хорош тем, что очень быстро, без лишних трудозатрат, можно вырастить рассаду помидор. Которая в нашей местности по старой схеме с пикировкой занимает очень много времени, трудоемкости. Ну и посадка вот этих, этой рассады после того, когда она вырастет, очень удобно. Перевозится в сад растения в этом же пакете, вынимается из пакета и без нарушения корневой системы садится сразу на грядку. Вот этот метод позволяет на Южном Урале получать в открытом грунте спелые помидоры в середине июля. Другие сорта помидор, типа малиновых, поспевают уже начало августа или даже середина августа. В открытом грунте помидоры намного вкуснее. Немного о перце, который по традиции мы называем со стародавних времен болгарским сладким перцем. Перец садится также в коробочки из-под молока или кефира по одному семечку. Перец, в отличие от помидор, не пикируется. Также и сразу садим его. Срок вегетации перца намного больше, чем у помидор. Поэтому посадку мы его производим в последнюю неделю февраля. Также после посадки закрывается пленкой и после всхода пленка снимается и ставится на южное окно, где они довольно неплохо себя чувствуют и довольно уверенно растут. Ну вот сегодня у нас 21 марта, еще месяца нет после того, как посадили. Вот в таком виде сейчас рассада. К моменту посадки в грунт перец уже иногда цветет. А иной раз в некоторые годы он даже и дает плоды, которые поспевают еще дома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok